МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невыдуманному Джонатану чайке, который живет в каждом из нас. Старинный деревянный штурвал, соленый морской ветер и белоснежный парус над головой. Эх, мечты, мечты. Зритель Джан, ущипни меня. Меня бросил парень, уволили с работы и задолбали прочие проблемы и заботы. Но я не унываю, ведь я решила, пойду-ка я по миру, вернее по миру. Я обрету себя, чтобы стать счастливой. Эй, подождите, пожалуйста, подождите. Пожалуйста, можете меня с собой взять? Я всегда мечтала совершить путешествие на таком корабле. Ну, давайте быстро. Правда? Спасибо. Вот это да. Опа. Господи, что это? Я не верю. Неужели это происходит со мной? Неужели это все правда? Задрайд люки. Поднять паруса. Полный вперед! Здравствуйте, уважаемый капитан. Извините, замечталась. Меня Саша зовут, Амаз. Карен. Мечты сбываются. Сбываются, правда? А тогда можно я рулю? А как рулить-то? Ну, это тяжело. Значит, для того, чтобы вправо повернуть, надо толкнуть. Для того, чтобы налево, надо потянуть себя. Попробуйте. Ну, надо вперед смотреть. А, так что давайте. От себя, румпель от себя. И пошли, да, от себя. Но это тяжело. Итак. От себя. Полный вперед! Уверен, что он двигается. Да, давайте попробуем вместе. Вот, сейчас пойдем. Да, в моих мечтах все было намного проще. Зато в реальности куда круче. Так скажите мне, откуда этот чудесный корабль? А мы его сами построили. Сами? Подождите, как? Это же явно средневековый корабль. И мы должны были строить какие-то конструкторы, которые занимаются этим историки. В средние века конструкторы были по наителю. Вот мы собрались и построили. Ну, строили, правда, долговато, 11 лет. Получается, что сконструировали этот корабль вы? Да. И построили собственными руками вот эти вот? Совершенно верно. А для чего вы его построили? Мы хотели пройти на нем по маршруту средневековых моряков. Давным-давно в некотором царстве в средневековом армянском государстве жили бы Карен-Джан, Ашо-Джан, Рубик-Джан, Тигран-Джан, Рубик-Джан, Сарки-Джан, Саню-Джан. Ну и другие. Решили они построить корабль всем кораблям кораблей и совершить на нем странствие для развития, между прочим, международной торговки. Кому пришла в голову такая идея? Ну, мы с друзьями вот решили это воплотить в мечту нашего детства. Я извиняюсь? Это была мечта вашего детства? Все мальчишки мечтали когда-то о парусных путешествиях, пиратах и так далее. В общем, мы выросли и решили не расставаться с мященными. Так, в 1985 году, теперь уже в современном армянском государстве и уже знакомый нам Карен-Джан, а также Ашо-Джан, Макр-Джан, Рубик-Джан, Тигран-Джан, Сарки-Джан, Сарки-Джан, Саню-Джан. Ну, вы поняли. И все остальные решили повторить подвиг своих предков. Сказка-то быстро сказалась, а вот дело не скоро сделалось. 11 лет прошло, прежде чем у ребят получился корабль. Рукописные чертежи и гравюры изучи. Это, между прочим, 6 годков. Деревья под будущие детали выбери, сруби и да высуши. Это еще как минимум год. И еще пару годочков повырезай, да повыпиливай каркас, да палубу, да мачту. Кстати, и не забудь это все пропитать. Сначала смолой, а потом подсолнечным маслом. Это дуб и сосна. Это вот мачша сосновая, кстати. Палуба и обшивка сосновая, а скелет дубовый. Так как строили на совесть, то это все шторма пережили нормально, без серьезных поломок. Действительно, мечта своими руками. В буквальном смысле своими. И, между прочим, в свободное от основной работы время. Мы должны были испытать его на сыване сначала. И спустили на воду на сыване. Очень трудно было сделать, потому что здесь нет слипов специальных. Мы просто его на трейлере столкнули тягачом в воду. Трейлер ушел на дно, а потом мы его вытащили. А судно осталось на воде. Так со страниц пыльных фолиантов на воду сошла Киликия. Армянский парусник армянского средневекового государства. Вернее, точная историческая копия парусного судна 13-го, понимаешь, века. Правильно я говорю, капитан, да? Капитан, капитан. Я извиняюсь, что я на вас не все время смотрю, потому что мы-то идем, надо иногда следить за курсом. Конечно, конечно, капитан. Следите, следите, следите. А я пока... Некоторые моряки из трюмы уже никогда не выходили. Надеюсь, это не про меня. Да, прям как в старину. О, дверки. Кстати, Киликия размером почти с корабль Колумба. 20 на 5 метриков, между прочим, не разгуляешься особо. Это то место, где спали. Пока никто не видит. Попробовать себя настоящим, блин, моряком. Ай, блин, извините. О, да. Я вам хочу сказать. Ой, мамочка, шатается все. Ощущения еще те. Ой, ты особо как-то и не выдвинешься. Говорят, что во время шторма люди даже вот обвязывались через дырки. О, Господи, чтобы их не выкидывало. Ночью с полок. По-моему, меня уже немножко ушатило. А как приходилось команде во время путешествия? Ну, честно говоря, человеку, который не был на этом корабле, представить просто нереально. Ну, конечно, все 12 членов экипажа выбирались, ну, просто как для полета на Марс. Но когда начался первый шторм, стало понятно, что сколько не готовься. Кстати, страха как такового не было. Некогда было бояться. Самое интересное, что вся команда корабля, она хотела жить жизнью настоящих средневековых моряков. Средства навигации, астролябия, одежда тоже такая же, как была у людей в те давние века. И самое интересное, все инструменты, еда, все тоже было средневековое. В рационе морехода было просчитано все до мелочей. Огурцы давали воду. Бастурма и суджук – белки. Сыры, естественно, давали жиры. А сухофрукты и лаваш – полезные для моряка углеводы. Но самое главное, что все эти продукты очень долго хранятся в тепле. Ну, конечно же, еще и рыбкой баловались. Она же почти рядом, за бортом. Неслабо. Так, 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 так. Фух, по-видимому, это каюта капитана. Так. Наша Киликия была в путешествии ровно три года. А это, между прочим, семь морей, 63 порта и 30 тысяч километров. А кольцевав таким образом всю Европу, ребята вернулись в родное Армянское море – озеро Сиван. Вон темная гора, что спускается к воде слева. Вот это мыс один, второго мыса сейчас не видно. Это граница между Малым и Большим Саванном. Мы сейчас в Малом Саванне. После этого мыса начинается Большой Саванн. Мы плывем на Чайщие острова. На Чайщие острова? Да. То есть это острова, где водятся чайки? Да. Они гнездятся, рождаются и умирают там. Карен, Карен, Карен. Не зря ты мне показал это место. Знакомая картинка. Ведь большинство из нас ведь именно так и живут. Стабильно, комфортно, предсказуемо, на одном месте. Но также из века в век будут рождаться единицы, которые, вопреки всем канонам здравого смысла и мнению окружающих, покинут родные берега. Они будут следовать своему внутреннему компасу и рискнут всем ради своей призрачной цели. Скепсиса было много. Но мы спокойно делали свое дело и в конце концов добились. И сейчас до сих пор многие сознаются, что мы не верили. Мы думали, что вот просто сумасброды какие-то не ожидали, что это сделаем. Ну кто думал, что в горной Армении смогут сделать корабль и пройти вокруг Европы. В каждом порту их встречали и провожали с цветами в руках. Прикоснуться к осуществленной мечте приводили любимых детей, родителей, инвалидов на колясках. Всех, кому хотелось показать, что вот невозможное, возможно. Не сдавайтесь. Если у вас есть мечта, обязательно сбудется. Главное, очень хотите. Странствующий геликийский парусник напомнил людям, что самая главная валюта в мире не евро-доллар и не нефти-золото, а просто человеческие отношения. Да, все-таки старина Ричард Бах был абсолютно прав. Если ты никогда не предашь свою мечту, то она обязательно сбудется. Мы вправе лететь куда хотим и быть такими, какими мы созданы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова